Всем привет! С вами инженер-электрик и Тимов Игорь. Сегодня буду делать обзор реле напряжения Airbus R116Y компании DS-Electronic. Ранее это реле напряжение выпускалось под торговой маркой Zuber, по которой она стала известна по всему СНГ. Новое название марки это по сути перевернутое название слова Zuber. Это реле контроля напряжения предназначено для защиты электрооборудования от перенапряжения и пониженного напряжения. Оно применяется для защиты чувствительной дорогой домашней техники, такой как холодильники, кондиционеры, телевизоры, аудиоаппаратура. Чаще всего это реле применяется для защиты холодильников. Чуть позже объясню почему. В комплект входит довольно плотная коробка, технический паспорт с инструкцией по эксплуатации и гарантийный талон на 5 лет с отметкой, что данное реле напряжения испытано. Ссылку на магазин, где я заказывал реле, я оставил в описании. А также оставил ссылку на реле той же компании, но с более стильным дизайном. Как всегда прошу поддержать данное видео лайком и репостом. Если вам интересна подобная тематика, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтоб не пропустить новые видео. Бытовая аппаратура спроектирована на напряжение сети 220 или 230 вольт. Допускается отклонение сетевого напряжения в пределах 10%. Но реально в сети могут быть перепады напряжения в пределах от нуля до 400 вольт. Эти перепады могут возникнуть в результате обрыва нуля на линии, из-за перегрузки по одной из фаз. А также они могут возникнуть из-за аварии изношенного оборудования подстанций и линий передач. Следует обратить внимание, что данное реле напряжения работает только с синусоидальным напряжением. Применение несинусоидального напряжения может привести к выходу из строя и негарантийному ремонту. Такое напряжение могут давать бесперебойные источники питания. Реле напряжения следует защищать от попадания влаги. Температура в помещении должна быть в пределах от минус 5 до 45 градусов Цельсия. Данное реле следует защищать автоматом на 16 ампер от повышенного тока и короткого замыкания. Подключение данного реле не вызывает затруднений, просто реле подключается в розетку, а наша нагрузка подключается в розетку на самом реле. Чем данное реле отличается от китайских собратьев, одной из которых я рассматривал в прошлых роликах. Ссылки на них найдете в описании. Во-первых, напряжение работы от 100 до 420 вольт. В китайских реле верхний предел обычно составляет 300 вольт. При превышении этого напряжения возможно сгорание китайского реле. Во-вторых, время срабатывания при перенапряжении не превышает 0,04 секунды. Для китайских реле это время 0,1 секунды. Это повышает шансы выживания бытовой аппаратуры при перенапряжениях. В-третьих, в данном реле есть функция защиты от детей, блокируя кнопки устройства. В-четвертых, данное реле имеет защиту от перегрева. При перегреве внутри устройства более чем на 80 градусов оно само отключается и отключает нагрузку. В-пятых, реле хранит историю последних 50 срабатываний реле с указанием напряжения, при котором оно сработало. В-шестых, реле срабатывает при переходе синусоиды через ноль, что уменьшает искрение контакта в реле. А это увеличивает срок службы реле напряжения и уменьшает помехи в сети. Более полный список параметров данного реле напряжения я разместил в описании. Когда мы подключаем реле напряжение, оно сразу отображает напряжение в сети. Если это напряжение находится в пределах допустимого, то через время, определяемое временем задержки этого реле. Оно подключает нагрузку. С помощью верхней кнопки мы можем регулировать верхний порог срабатывания реле напряжения. Кнопками вверх-вниз можем управлять значением. После 5 секунд после завершения регулировки реле вернется к отображению сетевого напряжения, запомнив наши настройки. Также можно регулировать нижний порог напряжения, также управляя клавишами вверх-вниз. Мы можем также нажать среднюю кнопку и реле станет отображать напряжение в сети. В моей квартире номинальное напряжение в сети 230 вольт. Допустимое отклонение напряжения в сети 10 процентов. То есть напряжение может меняться в пределах от 207 до 253 вольт. Ставим защиту с небольшим запасом от 205 до 255 вольт. Если у вас в инструкции к защищаемому оборудованию стоят другие уровни напряжения, то придерживайтесь их. Я уже установил эти пределы напряжения и давайте проверим их с помощью латер. Поднимаем напряжение. Мы видим реле напряжение сработало и оно отображает у и вверху две черточки. Уменьшаем напряжение. Когда напряжение в сети восстановилось, то таймер отсчитывает заданное значение, в данном случае 30 секунд, и включает нагрузку. Теперь уменьшаем напряжение. Как мы видим, при понижении напряжения меньше 205 вольт, у нас сработало реле напряжения. Оно отображает напряжение в сети и показывает, что реле напряжения сработало по пониженному напряжению. То есть показывает у и нижние две черточки. Возвращаем напряжение в исходное. У нас реле напряжения отсчитывает 30 секунд и включит нагрузку. При одновременном нажатии верхней и нижней клавиши в течение 6 секунд у нас включается режим блокировки клавиатуры. При попытке нажатия на любую кнопку у нас отображается лок. Чтобы выйти из этого режима, нам также надо в течение 6 секунд нажать на эти две кнопки и реле выйдет из этого режима. Теперь мы можем спокойно управлять реле напряжением. При однократном нажатии на среднюю кнопку у нас включается режим срабатывания. Вот у нас было срабатывание 242 вольта и 190 вольт. Данное реле запоминает последних 50 значений. И кнопками вверх и вниз мы можем всех их перелистать. Обозначением N0 у нас показывается последнее срабатывание данного реле. При двойном нажатии средней кнопки у нас включается режим настройки времени задержки реле. У нас настроено в данный момент 30 секунд. С периодом 3 секунды мы можем подстроить данную задержку. Если длительно удерживаем кнопку, то у нас включается режим ускоренной настройки. Возвращаем на 30 секунд. Но такой задержки недостаточно, когда речь идет о компрессорной технике. Такой как холодильник или кондиционер. Там нужно ставить задержку от 300 до 600 секунд. Это связано с тем, что данное устройство содержит компрессоры, которые нагнетают давление. Они могут запуститься тогда, когда давление в системе упало. А на это нужно время больше 5 минут. Если включить компрессор сразу после включения, то давление будет препятствовать работе компрессора и он может сгореть от пусковых токов. Или сработает тепловая защита. Чтобы это предотвратить, ставьте задержку более 5 минут. В прошлых роликах я рекомендовал ставить реле напряжения на всю квартиру. Если поставить на общем реле задержку более 5 минут, то при его срабатывании приходится сидеть долгое время в темноте. Поэтому я рекомендую на входе в квартиру ставить общее реле напряжение и ставить задержку в 30 секунд. А на холодильник или кондиционер ставить дополнительно местное реле, такое как мы рассматриваем сейчас. Поэтому чаще всего его покупают как реле напряжения для холодильника и устанавливать задержку более 5 минут. К тому же данное реле напряжения будет дублировать защиту от скачков напряжения общего реле. Более подробно я описывал это в другом ролике о совместном использовании реле из стабилизаторов. Ссылку я оставил в описании. Трехкратное нажатие на кнопку позволяет установить профессиональную модель защиты электрооборудования. Это более мягкая модель срабатывания защиты. Я предпочел ее не включать, а оставить ее выключенной, как заложено в заводских настройках. На слайде вы видите, что при разных напряжениях у нее разное время срабатывания защиты. Нажав на среднюю кнопку 4 раза, можно подкорректировать вольтметр на реле напряжения. Удерживая кнопку больше 4 секунд, мы можем включать или выключать нагрузку. Вот мы выключили, теперь удерживаем 4 секунды и реле напряжения отсчитывает 30 секунд и включит нагрузку. На этом обзор данного реле напряжения завершен. Надеюсь, вы по достоинству оценили данное реле и его возможности. Ссылку на это реле и его дизайнерский аналог я оставил в описании. Если есть вопросы по данному реле оставляйте в комментариях. Поддержите видео лайком и репостом. Подпишитесь на канал и до встречи в новых и старых роликах.